Здравствуйте, друзья! У меня такой сюжет очень практический. Ну, может быть, для ограниченной категории людей, но тем не менее. Вы знаете, что мы получаем на наш офис довольно много грин-карт и номеров социального страхования из компетентных источников для ребят, которые выиграли в лотерею грин-карт, но у них нет надежного адреса в Соединенных Штатах. Мы говорим, ну, пожалуйста, шлите на наш адрес. И когда все это приходит на наш адрес, мы тоже говорим, ну, либо ты своими руками забирай, руками-ногами, либо по почте закажи, чтобы пришли из какой-нибудь там почты и руками забрали. Я сейчас расскажу, как там это реально происходит. Там немножко хлопотно, потому что человек должен пойти на почту, заказать эту услугу. Затем он присылает нам файл с таким бар-кодом. И мы, значит, распечатываем, наклеиваем на конверт, в конверт кладем, что там у него есть и ждем почтальона. С почтальоном бывают накладки. Вот, например, был случай, когда там чуть ли не раз и три этот почтальон приходил, чего-то там отсутствовало в тот момент или в этот момент. Там была суббота, а здесь было, ну, я не знаю, что-то там было. Или праздник был, или нужного человека не было. Он пришел, а тот вышел в туалет и ушел. В общем, черти что бывает. И тут вот сегодня я впервые воспользовался другим путем. То есть, в смысле, предложили люди, которые хотели забрать грин-карту. Они говорят, давайте мы вместо того, чтобы заказывать сервис по забору живьем из вашего офиса, по-другому сделаем. Мы вам пришлем конверт. Значит, это, в данном случае, это была UPS. Здесь такая служба United Parcel Service. UPS. И вот этот UPS, пришел конверт. Там лежал другой конверт. На том другом конверте, который был внутри, уже была наклеечка нужная. Ну, то есть, было просто все. И все, что мне было нужно сделать, я положил туда, друзья, пять грин-карт. Вот семейка, понимаете? Пять грин-карт в один конверт. И поскольку наш офис находится в здании, а это здание находится на бизнес-плазе, а на бизнес-плазе таких, как мы, точно таких, как мы, четверо, а там по бокам еще какие-то стоят, в общем, на этой бизнес-плазе есть остановка почтовых сервисов практически всех основных. То есть, там вот такое место, и ящики стоят, и бросаешь. Это все на расстоянии, вот, может быть, там 30 секунд ходу от моего офиса. Поэтому я совершенно, как бы, не почту за труд, не сочту за труд пройтись 30 секунд туда и 30 секунд обратно. Это даже, может быть, и неплохо для разминочки. Вот. Но надо сказать, что удобство невероятное, потому что ты не должен никого ждать. Вот так тебе говорят, вот там кто-то есть, там кого-то нет. Тебе прислали или не прислали этот самый лейбл. То есть, бывает, они говорят, вот к вам придут, я думаю, боже, а лейбл? Мы же должны наклеить, мы же должны успеть, мы же должны положить в этот конверт там и так далее. И сотрудникам, сотрудники увлекаются, потому что они готовят этот конверт, и они ждут, чтобы отдать там, когда почтальон придет и так далее. В общем, какие-то хлопоты, знаете. Халоймес такие. Вот. Кто не знает, что такое халоймес, друзья, делайте поиск в интернете, и первое видео, которое придет, это наше на нашем канале. А можете делать не в интернете, я имею в виду, но на ютубе. А можете просто у нас на канале поискать, там есть замечательное видео. Гарик Прораб три раза объясняет, что это такое, с переходом на слова не совсем, как бы, так сказать, нормативного лексикона, но очень убедительно. В общем, получается, это такой халоймес. Ерунда всякая. Пустые хлопоты. Так что вот, друзья, найден совершенно замечательный путь. Я даже думаю, что, может быть, это и дешевле даже. То есть, наверное, подхватка вручную живым человеком дороже стоит, чем просто по почте там конверт какой-то, пришел и все. Мне так кажется, что... Я не знаю. Дело не в экономии там двух-трех долларов, но дело в том, что конверт пришел, положили, бросили. Занимает вот там две минуты. Вот, собственно, и все. Поэтому совершенно идеальная форма по сравнению с той, которой мы пользовались раньше. Так что вот, наверное, весь мой рассказ. Счастливо. Значит, еще раз, это UPS. И вот сервис, когда отправляют конверт с обратным ходом. Ну, как... Я не знаю, как он официально называется, честно, не могу сказать. Можно погуглить. Может быть, кто-то из наших зрителей напишет внизу в комментариях. А я тогда перенесу потом куда-то повыше там в описании к видео или, может быть, даже в его оглавление и так далее. Счастливо.